Ребят, здорово! Наконец-то мы облицевали печку у Слада 10 кирпичом. Но по поводу того, как облицовывали, сколько это вышло и какие здесь проблемки получились, я отдельный видос сниму. А сегодня у нас испытание ППШ-Б. В чем отличие от обычного ППШ? Ну, обычный ППШ, он же только пар делает, перегретый для парного помещения. А здесь мне прислали ППШ-Б, который делает и горячую воду, так как у многих была сложность, что над печкой до потолка не входил и водяной бак, и ППШ. А люди хотели поставить ППШ. Так вот, сделали сочетание водяного бака и ППШ. Вот этот вот прибор, который сначала воду кипятит, потом образуется пар, дальше этот пар перегревается и выходит уже в парное помещение в температуре в районе 300-400 градусов. Мы его используем для фитокороба. Так вот, люди хотели и горячую воду в бане, и чтобы ППШ у них был установлен. Получилась вот такая вот штука. Я сейчас реально думал, а как она работает. Даже Сергеем Геннадьевичем Шмурином созвонился, Теплов и Сухов. Гу, объясни мне, не пойму, обычный ППШ как работал. Ну, вот эта вот часть здесь пар перегревался, а нижняя часть, туда вода попадала через ватерпасс, закипала, и дальше уже пар начинал перегреваться. А здесь получается емкость под воду, дальше вот за этой стенкой, ну, только вот здесь вот в баке, как бы сразу же другая вода, и наружняя вода должна его, ту воду охлаждать и не давать ей закипеть. Он мне сказал, что там конструкция несколько изменилась, что там сейчас стало несколько контуров. Сначала идет монотруба внутри, внутри которой проходят огненные газы. Потом еще один контур буквально в 5 миллиметрах от первого контура, в котором первично вот эта вот вода закипает, дальше контур самого ППШ, и дальше только уже вода вот этого вот самого бака. Говорят, что здесь вода будет еще не горячая, а в ППШ вода будет уже кипеть и выдавать пар. Посмотрим, как у нас это получится. Сейчас будем растапливать и по времени засечем, за сколько у нас ППШ начнет работать, за сколько он у нас начнет выдавать уже пар вот из этого верхнего патрубка. Мне самому интересно, как у нас это получится. Так что давайте разжигаем печку и будем смотреть. Сегодня по старинке разжигаем одной спичкой, одной зажигалкой, без газовой горелки. Я заложил липу, ну сухую, мелко колото ее наколол, положили бересту. И вот как-то так. Ну вот в принципе и все. Она хорошо разгорается. Видите, вот это место тоже кирпичом сделали. Ну про это сейчас отдельно расскажу. Здесь вот трещинка есть. Так, ребят, время не засекли. Время 11 часов 7 минут. Вот дрова сейчас только разгорелись. Пойдем ждать, когда начнет пар выходить. Так, ребят, смотрите, было 7 минут. Сейчас 11 часов 23 минуты. Кстати, обратили, какая у меня здесь надпись на экране? То, что я сейчас делаю, ведет меня к моей цели. У вас цель есть? Ну, какую-то цель себе в голове ставили? Есть там техника определенная. Постановки целей и к чему идти. Ну, ладно, видео опять же не про это. Кому интересно, на почту мне напишите, расскажу. Я почту здесь под видео оставлю. В общем, прошло 16-17 минут. И начал сверху выходить немного пар. Но видите, пока не активно. Я руку прям близко-близко-близко могу подставить. Вот чуть-чуть-чуть-чуть сейчас начал выходить. Вот здесь вот сверху я его чувствую. Сейчас как активно начнет выходить, я скажу. Но вода уже шумит в самом ППШ, но пар пока активно не выходит. Вот руку начинает прижигать. Ребят, спичка. Что, ребят, давайте поясню еще разок, для чего вообще нужно ППШ, для чего я его применяю. И, наверное, на этом, в принципе, будем с ППШ заканчивать. Потому что я уже и пилил его, и испытывал, и сосиски на нем жарил, и парились мы на нем. Ну, уже все про ППШ, в принципе, рассказано. Это, наверное, заключительное видео будет, в принципе, про ППШ. Особенно для тех, кто его еще не знает. Вот смотрите, водяной бак, ну, градусов, наверное, 55. Вот я руку к нему прижимаю, но держать долго не могу. Горячо уже. Здесь вода, соответственно, еще не кипит. Но я думаю, что через часок вода закипит. Нужно будет воду сюда добавлять, чтобы не выходил вот этот пар клубами вот отсюда, из заливной горловины. А отсюда пар фигачит, идет. Прям так активно идет. Вот я прям вот так вот только уже руку могу держать. И у меня ППШ вообще для чего в бане? Чтобы я не заморачивался с тем, чтобы подготавливать баню. Ну, вот здесь вот стоит услада 10-ая. Каменка у нее достаточно небольшая. Чтобы мне создать влажность, мне нужно либо стены водой облить, либо в каменку воду поддавать, чтобы паром насыщать парное помещение. А так как каменка маленькая, я не хочу туда, пока я не зашел париться, не хочу туда воду поддавать. И мне пар делает, насыщает влажностью. Сам ППШ. Вот сейчас, если на гидрометре, термометре глянем, то на гидрометре влажность 55, температура 50. Он автоматически мне сам создает режим внутри бани. Мне не надо просаживать каменку. Очень актуально вообще для тех, у кого печка, просто сетка без закрытой каменки. Очень актуально для тех, у кого каменка маленькая. Либо для тех, кому нужен фитокороб. Ну, вот мне край делов нужен фитокороб. Я очень люблю с детьми зайти в баню, посидеть травками, подышать. Мы здесь фитокороб не подключили. Но вот от этого выхода подключается фитокороб. И мы пар с ППШ направляем фитокороб. А сюда уже травки положим. И будем сидеть спокойненько травками дышать. Вот как-то такое испытание у нас ППШ получилось. ППШ-Б получилось. Ну, здесь вот я руку держу. А здесь уже подставить не могу. Пар прям активненько-активненько выходит. И детей я, кстати, тоже парю на ППШ. Дочке 5 лет. Она боится, когда я бахаю в каменку. А вот ППШ на активное горение сделал. Пар выходит. И стоишь, ребенка тихонечко паришь. Вот как-то такой видос получился. Так что палец вверх. И всем пока. Продолжение следует...